Скажите, пожалуйста, вы размещали в сети YouTube, например, некоторые ролики относительно Александра Сергеевича Ефремова, в последующее время? Это что касается событий 2014 года? Да, до 2014 года. Последствия? Да, последствия, вы лично. Волос народу это ваше вообще-то? Я могу не отвечать, я могу не отвечать. Я могу не отвечать, я могу не отвечать, я прошу. Почему я должен отвечать на этот вопрос, ваше честь? Я просто, вы манюете? Я заперечу, прошу сняти питание, оскільки оно не конкретное, не нас воно, не период часу, не видеозапис. Абсолютно, и взагалі не зрозуміло, яке відношення мається питання. Давайте так, размещали чи не размещали? Вообще, я, в принципе, видео в YouTube, конечно же, заливал, как и любой пользователь, но я хотел бы в данном вопросе конкретику, я хотел бы видеть вопрос, какое видео, когда заливал, какой канал, предоставить мне... Я уточню вам, пожалуйста. Мы вмещали тут, где Александр Сергеевич и Кемов, якобы утрозал, да, я финансировал Луганскую народную республику. Я финансирую сепаратистов и так далее и тому подобное. Я об этом говорю, я говорю открыто. Но сказать, что я услышан, я не скажу. Вы сами сказали, вы спонсируете Луганское ополчение. Такое видео, пам'ятник, вспоминайте? Да, я знаю, в каком видео идет речь. Это видео было залито телеканалом ЛОД. На этом видео Александр Ефремов, уже будучи... Уже во время того, как республика сформировалась, там образовались некие органы власти, Александр Ефремов каким-то образом попал в Луганск и давал интервью Свидовскому, своему карманному журналисту, который нынче работает в ЛНР журналистом, и влияет на определенный процесс, не просто журналистом, рядовым, а достаточно влиятельным. И Александр Ефремов на этом видео делал определенные заявления. Находясь в Луганске, он ему задавал этот следовской вопрос. Вот у нас уже сформировалась ЛНР, как вы к этому относитесь? Ефремов ему что-то отвечал. Но это видео залил телеканал ЛОД. Чепы Тони. Да. Вы помните это, да? Значит, вы хорошо вспомнили именно то, о чем идет речь. Это видео составляло 48 минут. Вы выложили оттуда нарезку из твердых. Почему я выложил? Не так вышло, только что подтвердили. Выложил от чего? Нет, он выложил полное интервью. А вы его нарезали так, что получилось высказывание устава Александра Ефремова о том, что да, я финансировал цифра 1. Вы тоже прекрасно знаете, о чем идет речь. И даже... Почему я выложил? Когда выложил? А, понятно. Я какой канал выложил? На канал Болоснарода? На Ютуб. Я выложил. Значит, вспомнил это конкретное питание. Мы не знаем, про что иди мова. Мы с вами... А мы, мы это, ты выложили? Путин, это хорошо. Мы, может быть, будем передапрашивать. Так, еще и питание. Давайте посмотрим видео вместе. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Скажите, выкладывали ли вы в Ютуб заявление о том, что Александр Сергеевич Ефремов проживает в доме, принадлежащем начальнику следственного изолятора, в Старобильске следственного изолятора? Это Старобильский изолятор. Здесь, кроме политзаключенных, узников совести, мэра Стаханова Борисова и отца ЛНР, Ефремова содержится также много бойцов. Кто выкладывал видео в Ютуб, я не могу вам сказать, но я был в следственном изоляторе, прибыл туда в связи с тем, что мне поступила информация, что, возможно, Александра Ефремова в СИЗО нет, и он, как полагается, хозяин области проживает в более комфортных условиях. Я, будучи на тот момент, как и сейчас, помощником народного депутата Сергея Миленчука, используя закон о статусе народного депутата, прибыл туда вместе с журналистом и потребовал у сотрудников следственного изолятора продемонстрировать мне, в каких условиях содержится заключенное. На что поначалу заключенное мне дали, на что мне администрация колонии сначала дала подтверждение. Но позже, когда они разобрались, кто я, то есть узнали мою фамилию, был контакт с начальством, я так понял, у них там началась какая-то истерика, переполох, и они уже свое мнение поменяли и начали водить меня по местам, которых я не просил. Я уже просил показать места, где содержатся заключенные, а вместо этого они показывали уже осужденных лиц, то есть два-три человека, которые работают на администрацию. Все пытаются. Я не услышал ответа на вопрос. Свидетель, вам понятен вопрос. Вы написали о том, что утверждали в своем репортаже об этом или в Ютубе, как вы его назовете, так сказать. Да, я не закончил. Я не закончил этот вопрос. О том, что Александр Сергеевич Ефремов проживает в доме принадлежащем начальнику Тарабельского СИЗО. Это вы такое написали? Или нет? Я же не знаю, что так вы гуляли по СИЗО. Там, где написано, где написано, все Влад Филимоненко утверждают. Все Влад Филимоненко утверждают. Я задавал вопрос в ходе, если вы говорите о видео, которое мы вместе оба видели, хотя я предлагаю его посмотреть и услышать, какая была формулировка и в каком контексте это было сказано. Еще раз понятен вопрос. Вы утверждали, что Ефремов проживает в доме начальника Тарабельского СИЗО. Я и сейчас предполагаю, что он проживает вне следственного изолятора и находился на тот момент. У меня есть подозрение, что он сейчас у начальника следственного изолятора дома шел в от меня почту. Поэтому вы не пропускаете, рассказываете в лимитарном... Потому что я оппонентно задал вопрос. Вы это уже ждали, я в ролике, но я не видел. В каком ролике? В каком ролике? Я в каком раз поведомил, что без перегруза зазначенного видео записи, ответить на это вопрос он не может. Наступное питание. Наступный вопрос прокурору не касается вообще... У вас есть еще питание? Нет, я хотел бы пояснить. А как это касается... Ваши честные вопрос касается событий 2014 года. Значит, вы... Как еще чекаете? Это касается репутации свидетеля, Ваша честь. Я поясню. Этот свидетель, будучи абсолютно бессовестно лживым человеком... Надо коментовать. Что? Я не коментовать. У вас питание есть? Ваша честь. У вас еще есть коллега, который не задавал вопрос. А коментовать будет або обвинуваченный, або вы в судовых дебатах. Адвокат, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok